И сегодня у нас мы, как обычно, читаем Тору. Раздел из Торы — это одна из последних глав годового чтения, и она называется «Ницавим Вайлех». Это двойная глава, и она очень интересная. И если кто не знает, что такое комментарий Торы, то напомню, что Торы делятся на несколько разделов, и в течение года мы читаем Пятикнижие Моисея от начала и до конца, тем самым помним наши корни, наши традиции и вообще вспоминаем, молимся. О чем же сегодняшняя глава? Мы все помним, что сейчас книга «Второзаконие», когда Моисей повторяет все заповеди, которые Господь дал еврейскому народу. Мы вспоминаем, что все законы, все заповеди. И сейчас Моше, он собирается подняться на гору, и в этих главах он передает свою власть и правление Иешуа бен Нуну, Иисусу Навину. В этой главе, вот краткое содержание, Моше говорит, что «Вы все стоите сегодня перед Всевышним, главы колен ваших старейшин и насмотрщики, каждый еврей, дети, жены и пришелец, вроде твоем, от дровосека до водоноса». То есть Моше еще раз прочитывает все заповеди и предупреждает об изгнании, об опустошении страны, которая последует, если народ Израиля не будет придерживаться всех заповедей и того, что Господь говорит. И потом он пророчествует, что все-таки Израиль обратится обратно к Всевышнему и возвратит Господь всех изгнанников в землю обетованную. Соберет весь народ, даже если будут изгнанники на краю неба. Он также говорит, что заповедь же эта, которую даю тебе сегодня, она не скрыта от тебя, она недалека, она не на небе, чтобы подняться за ней, где-то за морем, чтобы кто сказал, где же этот закон, кто нам пойдет и принесет его. Все эти законы Тора, они возле нас и они близки к нам на расстоянии вытянутой руки. И также он предлагает выбор Израилю. Он говорит, смотри, я предлагаю тебе жизнь или смерть, добро или зло, выбери жизнь, говорит Моше, народу Израиля. И также он говорит, что мне сегодня 120 лет, я поднимусь на гору, и я не могу уже входить и выходить в шатер для общения с Богом, и я буду передавать свою власть Ешуа Бен-нуну. И эта глава заканчивается тем, что Господь дает песню Моше, которую он говорит поэту песню, чтобы израильский народ, он ее выучил, изучил и помнил вот на протяжении всей своей истории эту песню. И вот это меня больше всего заинтересовало в этой главе, что Господь, он как бы является, он говорит Моше и Ешуа Бен-нуну, он говорит, придите в шатер, он так как бы назначает им встречу, да, и я буду с вами разговаривать. Они приходят, Господь является опять в облачном столбе, да, спасибо. И он говорит, вот сейчас запиши эту песню, которую я тебе скажу, и научи ее народу Израиля. И вот это меня заинтересовало, и давайте сейчас сосредоточимся на том, что же такое вот эта песня Моисея, которую Бог дает Моше в этот момент. Она называется «Аазину», и также называется следующая глава Торы, которая будет на следующем чтении Торы. Вот, и сейчас просто можно прочитать этот отрывок. Это Второзаконие, 31 глава, 15-й по 30-й стих. «И явился Господь в Скинии в столпе облачном, и стал столб облачный у входа Скинии. И сказал Господь Моисею, «Вот ты почаешься с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов, той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним, и возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю их, и сокрой лице мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби, и скажет он в тот день, не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего среди меня, и я сокрою лице мое от него в тот день, за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам. Итак, напишите себе слова песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песня сия была мне свидетельством на сынов Израилевых, ибо я веду их в землю, как я клялся отцамых, где течет молоко и мед, и они будут есть, и насыщаться, и уточнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут, и нарушат завет мой. И когда настигнут их многие бедствия и скорби, тогда песня сия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде нежели я вел их в землю, о которой клялся. И написал Моисей песню сию в тот день, и научил ее сынов Израилевых. Вот такая вот песня, и в следующей главе о Азину она более подробно как бы написана, там полный такой текст, и Моисей, Моише, он поет эту песню своему народу. И мне стало интересно, что же это за песня, и почему Бог выбрал именно такую форму обращения к Моисею, и где эта песня сейчас, поют ли ее, в какой форме она находится, эта песня. И... В некоторых комментариях также пишут, что это есть... Вот эта песня, это и есть вся Тора, которая записана на свитке. Возможно, Бог видит вот эту вот Тору как песню в каком-то смысле, но это как мои вот такие вот догадки. И я представил себе эту картину, знаете, как из какого-то такого прекрасного фильма, где Бог является Моше, и он говорит, что мой народ, он меня отвернется от меня, и все это в такой музыкальном сопровождении, Бог исполняет такую прекрасную песню для Моше, и говорит, чтобы он научил ее, эту песню своему народу. И эта песня Моше, она важна и сейчас, она и актуальна сейчас. И мы потом вдалее поймем, почему же она все-таки актуальна и сейчас эта песня, и какая песня есть новая еще. И вот ярким примером песни является также Псалмы Давида. В этих Псалмах, во всех своих Псалмах, он говорит постоянно, ну как бы Псалмы — это и есть песни с другими словами, потому что всегда упоминается, что если прочитать хотя бы вот к примеру 97-й Псалом, или давайте 149-й, лучше там более ярко так описано. Пойте Господу песнь новую, хвала ему в собрании святых. Да веселится Израиль о Создателе своем, сыны Сиона, да радуется о Сре своем. Да хвалят имя его с ликами, на тимпане и гуслях ему допоют. И благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословия Богу в устах их и меч обоюдоострый в руке их. Для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей, их вузы и вельмож их ваковы железные, производить над ними суд, писанный, честь сия всем святым, его аллилуйя. То есть Бог говорит Маше, чтобы он научил песню, вот эту, которую он ему передал, израильский народ. Затем мы видим, что Давид, он всегда поет песни, и всегда израильский народ, он идет с песней на устах. И все эти песни, они пели всегда очень радостно и с большим шумом, все слышали эти песни. И Давид говорит, будьте здоровы, что во всех своих псалмах прославьте Господа, на тимпанах, на орудиях, на музыкальных, и делайте это громко. То есть, что мы можем из этого понимать? Что песня, она важна для Господа, и Он является творцом песни, музыки, и нам важно славить Бога песнями и прославлять Его через песню. Так какую песню же нам петь сегодня? Если тогда Бог давал песню Маше о том, что израильский народ извратится, что потом евреи вернутся, что такое заключение сделал, короткое такое. И потом Давид пел песни свои, но он говорит всегда, пойти песню новую. И люди всегда придумывают песни какие-то, они посвящают песни кому угодно, чему угодно. Так что можно сказать, что люди всегда идут с какой-то песней на устах, по жизни что-то напевают, поют как бы. И вот тогда, наверное, Господь, Он и говорил, что не забывайте и пойте эту песню, чтобы вам не забыть. И говорят тогда, что когда был храм, когда было там прославление, то слышно было на много-много километра вокруг, как идет служба, церемония, то есть все люди слышали, что славят Господа, и это было очень громко. И сегодня мы поем Богу новую песню, песню благодарения и хвалы за то, что Он избавляет нас от зла, от проблем исцеляет нас, выводит нас из рабства греха, из рабства тьмы. И потихоньку мы подходим тогда вот к видению Иоанна, которое он видел в Откровении. То есть он в Откровении увидел, что будет в конце времен, и сейчас мы вернемся, почему песня Маше, она актуальна будет и даже на небесах, когда вернется Мессия Ишуа. В Откровении 15, с 1 по 4 стих мы читаем. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея». Неожиданно, да? «Раба Божия». «И песнь Агнца говоря». То есть это может быть две песни, а может быть одна. «Велики и чудные дела Твои, Господи, Божий Вседержитель, праведный и истинный пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобой, ибо открылись суды Твои». Ну и какая же песня Агнца, да, вот имеется в виду здесь? Кажется, что в Писании нет такой песни, как тогда записано в Торе, что Бог дал песню Маше, и там текст написан, которую он должен научить израильский народ. Но именно песни от Ешуа, когда он приходил, он не говорил, вот новая песня, пойте ее, как бы, такого текста нет. Но есть такое место в Откровении, 14 глава с 1 по 5 стих. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множеств вод, и как звук сильного грома. И услышал голос, как бы, гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют, как бы, новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли». Ну, мы не будем говорить, как бы сейчас, кто эти 144 тысячи, но тут сам факт, что поется новая песня на небесах вместе с песней Моше, которую Бог дал еще тогда Моше. И что мы видим? Что песня, она важна для Господа и для духовного мира, и мы должны, как бы такой вывод, можно сделать из этого всего, что мы должны, очень важно петь Господу, прославлять Его вслух, своими устами, потому что Давид пишет, что это как жертва уст, и она более приятна Богу, чем та жертва, которая была в храме. То есть, когда вы поете Господу песни или просто прославляете Его своими словами, то это как жертва, которую вы приносите. И нам не нужно молчать, нам не нужно как бы стесняться, нам нужно громко славить Бога, говорить, ну, хотя бы учиться, то есть раскрываться. Но также не стоит сделать из песни идола и поклоняться самой песне. Вот. Вот такой вот вывод и итог. Всем спасибо. Шаббат шалом. С Богом. До свидания. Все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok